Неразбериха на предприятии Олайнфарм привела к тому, что сегодня утром торги его акциями были заморожены. Когда биржа снимет запрет, неясно. Но не ранее, чем точку в споре между новым и старым советом поставит регистр предприятий. Имеет ли силу решение, принятое в автобусе? Оказалось, что в латвийской бизнес-истории такое происходит не в первый раз. В 2010-м по такому же сценарию развивались события вблизи места проведения собрания акционеров латвийского пароходства. Собрание было объявлено, но потом отменено. Голосование проходило по схожему сценарию, но автобус был потеснее. В итоге новый совет пароходства выразил недоверие правлению предприятия. В случае с Олайнфарм, как следует из сообщения предприятия биржи, собрание акционеров, пока его не отменили, должно было произойти в помещениях Олайнфарм по фактическому адресу. Можно ли считать таковыми автобус, припаркованный за территорией завода? У экспертов по коммерческому праву нет однозначного ответа. Самое главное, что у акционеров есть право участвовать в принятии решений и голосовать. Отменить заседание акционеров могут лишь те, кто его созвал. То есть акционеры. Недопустимо, что правление предприятия чинит преграды. Говоря об автобусе, с точки зрения закона это создает необычную ситуацию. Надо смотреть, были ли соблюдены все процедуры. Но если правление не соблюдает права акционеров, то у них ничего не остается, кроме как действовать таким образом.